Приветствую вас, друзья! В эфире программа о православии в нашей жизни. В студии журналист была Заседская. Сегодня мы выходим в обновленном формате, что вы сейчас видите на наших экранах. И в гостях у нас игумен Феодосий Нестеров, настоятель подворья Артемия Веркальского монастыря в Архангельске, руководителя епархиального отдела по взаимоотношению церкви и общества. Здравствуйте, батюшка! Благословите! Здравствуйте! Благослови Господи! Когда, батюшка, готовилась наша программа, возникло немало вопросов, каждому из которых, в принципе, можно было бы посвятить отдельную передачу. Я думаю, что в будущем, когда мы будем располагать больше временем, мы это сделаем, постараемся во всяком случае. А сегодня мы решили беседу выстроить таким образом, чтобы прозвучали такие вопросы, которые, наверное, у всех, как говорится, на языке самые часто задаваемые. И один из первых вопросов, он звучит таким образом. Вот если говорить о жизни каждого из нас, то и у человека, который долго ходит в храм, посещает богослужения из года в год. И у человека, который, в общем-то, далек от этого, но, тем не менее, не отрицает православие, верует в Бога, возникает такая ситуация. Жизнь у нас у всех примерно похожа. Работа, магазины, семейные мероприятия, всевозможные хлопоты. И все это, в общем-то, изо дни в день, изо дни в день. И в какой-то момент понимаешь, что-то не так, на душе как-то неспокойно. Ну, например, прочитаешь молитву, Отче наш, сходишь в храм, поставишь свечу. А кто-то, может быть, молитвенное правило прочтет и воскресное богослужение посетит. Но все равно возникает такое ощущение, что Бог, Создатель, Он находится как бы на обочине нашей жизни, как бы на периферии. И существует, ну, по сути, по воскресным дням. Вот такое ощущение какой-то неправильности нашей жизни. Что с этим делать? И что может нас реально сблизить с Богом? Спасибо, этот вопрос очень интересный. Жизнь человека глубоко уникальна у каждого человека. При внешней, вот как вы картину обрисовали, такую, все равно путь каждого человека очень индивидуальный. И если человек активно начинает включаться во внутреннюю такую работу, то, что мы называем внутренней жизнью, то для него каждый день становится очень важным, сложным, трудным и интересным. Потому что вот эта описанная вами ситуация, такой обыденности, она, наверное, возникает, когда человек ищет нишу некоторую, даже в лоне церкви. Бывает, мы приходим к покаянию в зрелом возрасте, у нас большие проблемы накоплены, совершены смертные грехи, мы осознали и получаем, конечно, облегчение. Мы ощущаем действие благодати Божией, и мы двигаемся вперед активно. Часто так вот бывает. А потом человек все равно ищет, где потише и поспокойнее. Им очень трудно буквально всегда следовать вот словам Спасителя, хочешь за мной идти, возьми крест свой, отвергни себя, иди за мной. На самом деле каждый день для человека может быть очень важным и ответственным. Но для этого нужна вот такая активность внутренняя, бесстрашивая, определенная. Не бояться то, что мы называем, Господи, что ты от меня хочешь, воля Божия. Искать ее напряженно, так сказать, ежедневно. Учиться искать ее, заизмерять свою волю, вот что ты от меня хочешь, какие я задачи выполняю. И Господь обязательно открывает человеку такие трудные горизонты. Да, и тогда, конечно, бывает и терпеть нелегко становится. Это проблема действительно комфортного существования в церкви. Она часто звучит. То есть человек перестает фактически трудиться. И вот в привычном таком, то, что вы назвали, там, молитву прочитать, но она, это, все эти средства, они сопровождают нас в течение суток, так сказать, когда мы живем. Мы можем молитвенно обращаться к Богу и на работе. И если у нас должна быть потребность, у нас должны быть такие сложные задачи, что мы хотели это делать. Батюшка, эту историю мне рассказал один мой знакомый. Вот в юности, когда он знакомился только с Евангелием, ну, листал его, скажем так, еще невнимательно вчитываясь в слова, в тексты, наткнулся как бы на свою мысль о том, что ему не нравится, что Евангелие предлагает быть хорошим, и за это как будто бы обещается некое вознаграждение. В тот момент это был молодой человек, ему показалось, что это какая-то сделка с совестью. Ведь самое главное быть не хорошим, не святошей в его понимании, а быть самим собой, быть естественным, быть, так сказать, совершенно адекватным самому себе. И кроме того, этому молодому человеку, в общем-то, в себе все нравилось, и даже нечто восхищало, вот что часто происходит в юности. Вот, и возникает вопрос, вообще, как оценить вот эту ситуацию, когда сталкиваешься с непонятными местами в Евангелии, когда, в общем-то, не испытываешь потребности действительно быть хорошим, что с этим делать, правильно ли это? Хорошая тема. Когда мы людям советуем, готовящимся к крещению, ознакомиться с Евангелием, с текстом, то мы предупреждаем, те места, которые вызывают у тебя возмущение, несогласие, обязательно пометь. Не бойся этих мест, не проходи мимо них. Евангелие взрывает, так сказать, душу человека. Оно, может быть, не оставляет равнодушным, и, конечно, может и возмущать, может и вызывать какое-то противление. Это очень важно, потому что в Евангелии Господь очень откровенно и явно говорит о себе, как о истинном Сыне Божьем, со всей силой, со всей полнотой своего присутствия Божества, как об истинном Сыне Божьем, вера в Которого, именно в Нему принятие Его. Поэтому эти слова категоричны, они бескомпромиссны совершенно. Кроткий образ милостивого Спасителя, и в то же время очень явные и категоричные слова о том, что надо веровать в Него и принять Его как Бога, как Сына Божьего, как личного Спасителя. Эти слова, если человек не готов к этому, они, возможно, будут раздражать его и возмущать. Человек говорит о себе, как о Боге. Возмутительно, конечно же. Поэтому все те моменты текста, повествования, которые нас смущают, они, повторим, очень важны для нас, и на них нужно обратить человеку внимание. Когда мы в юности бываем довольны собой, все-таки в нас же много хорошего, и, конечно, Господь добродетели нам определенные дает. А более всего, мы, нас должен радовать образ Божий, который напечатлен в человеке. И с чего вы начали слово «быть хорошим», оно неверно передает смысл, конечно. Оно даже неправильное в этом смысле. Евангелие не призывает нас быть хорошими, оно именно призывает нас быть честными. Честными не бояться быть в отношении самого себя честным, и задавать самые страшные вопросы самому себе. Бесстрашно взглянуть внутрь души своей. Ставят вопросы, которые не оставляют лазеек, так сказать. Можество быть самим собой – это открытие нашего православного сознания. Право и возможность быть самим собой, познавать самого себя. Не играть ни в какие игры, ни в какие маски на себя не принимать, а именно понять, что во мне действительно Богом дано доброго, действительно ценного от Него исходящего. А в чем, что является моей немощью, такой порочностью, несостоятельностью, с чем мне нужно противостоять, а чему нет. Со своим характером, например, бороться человеку нельзя. Это приведет его к расстройству психики. А вот где отличить греховные наклонности и порочные устремления от того, что является присущим тебе? То это очень интересная такая богатая работа. И именно Новый Завет открывает человеку такие горизонты, где можно себя чувствовать очень уверенно и благостно. Где человек до конца может исследовать, раскрываться. Но когда он не пускает в свою душу, закрывается, ему становится неуютно. И гнев такой возникает, раздражение, может быть. Вот примерно так. Для меня это было личным открытием, что можно быть самим собой, действительно познать. Это очень важно, особенно молодому человеку. Мы спрашиваем, зачем ты меня в этот мир привел? Что я должен здесь делать? Зачем я живу? Эти очень важные вопросы, к сожалению, сейчас их бывает обходят как со стороны, но они все равно перед человеком встают. О смысле твоего здесь присутствия? И что вообще ты должен делать? Господи, вот он я. Как жить дальше? Это нормальные вопросы, которые, в общем-то, возникают у человека. Батюшка, вопрос, который часто довольно-таки можно слышать, особенно в последнее время, когда мы стали более открыты миру. И вот по луке вещей, Бог един. Но возникает вопрос, во всякой ли же религии, иудаизме, мусульманстве, христианстве равновеликая истина? И вообще, есть ли в каждой из них только истины? И второй вопрос, а нелогично ли всем религиям объединиться тогда? Когда мы более внимательно начинаем знакомиться с религиозной традицией, то или иной, мы сразу же увидим, что они-то очень разные. И Бога они представляют совсем ино и по-разному. Даже те религии, которые, может быть, более близки к нам, ну вот ислам, это монотеизм, это неязычество, это вера у единого Бога, свойства Божьи. Конечно, какие-то у нас, мы обнаружим сходства, но будет и очень глубокое различие. Ислам не принимает явление Сына Божьего как истинного Бога. У Аллаха нет Сына, если так уж там дальше говорить более детально. Не говоря уже о буддийской традиции, она совсем иная. Поэтому, да, Бог объективно един. Но то, что представляется нам в откровениях религиозных систем, он очень разный в этих системах. Уже возникает вопрос, так какой же Бог, образ Бога, какой более истинный, здесь или здесь. Есть схожесть, конечно, определенная, это естественно. Но следующий шаг вперед, и тут же пропасть, глубина, которую нельзя просто так вот, различия просто так преодолеть. Поэтому возникает вопрос у человека, ну а как истину-то выбрать? Естественно, каждая религия о себе говорит как о единственно верной и уникальной, и единственно спасительной. Это мы знаем. Любой культ, то, что сектой мы называем, то же самое будет об этом говорить. И как же вот человеку во всем этом религиозном многообразии себя найти, разобраться. Действительно, интеллектуальные способности редко позволяют нам вот так исследовать, беспристрастно изучить там хотя бы основные моменты. Это удел немногих от ума идти, вот у кого есть способности. А более, конечно, человек, знаете, вот у него основной критерий, если он живет внутренне, то, что мы говорим по Евангелию, по совести, по-русски говорят, или по сердцу, то у него много шансов почувствовать внутри себя, что здесь, когда его кто-то предлагает, что-то вот познакомиться, куда-то войти, где-то присутствовать, он чувствует, что что-то не так, что-то моей душе не созвучно. Вот фактически он живет в таком евангельском внутреннем пространстве, даже не осознает этого, может быть. Но от природы дано человеку, говорят, вот отцы, душа по природе христианка. И апостол Павел об этом в послании к римлянам пишет, что у язычников закон написан в сердцах их, вот во второй главе послания к римлянам. То человек очень серьезно может так различать и получить информацию внутри своего сердца, что это не твое. А дальше, конечно, будет у него познание, и где-то он может ошибаться. То есть грех искажает человека и делает его зрение неправильным, измененным. А стремление к праведности, такое внутреннее, без всякой, так сказать, религиозной, может, он ничего не говорит, никаких слов в отношении праведности. Но еще есть один такой критерий, конечно, по плодам узнаете их. Тот образ святости, который в православной традиции предлагается, если его беспристрастно так взглянуть на него, то, наверное, все-таки ничего подобного мы не обнаружим вдруг в других. Много святых угодников божьих, много образ вот этих плодов религии. Особая такая, тоже особая тема. Что могут представить другие конфессии? Вот мы можем сравнить, то есть, кого они считают своими святыми и кто у нас прославлен. Это тоже очень сильный такой довод. Но главное здесь быть человеком, конечно, честным с самим собой, о чем мы уже говорили, нелукавым. Нелукавым внутри себя. И тогда такой искренний путь человека, даже если он заблуждается где-то, где-то он запутался, он обязательно выведет его, если он не врет сам себе. Это очень трудно, наверное, научиться не врать. И обязательно выводит своим личным путем таким, может быть, непростым, но истину человек открывается ему. Батюшка, ну и в завершение такой вопрос. Почему именно православие? Не потому ли, что это определено каким-то географическим положением нашей страны? И будь мы китайцами, то нашим путем, выбором был бы дзен и дзен-буддизм. Вот что определяет наш выбор? Мы не говорим, что ты православный, потому что ты русский. Это не совсем верно. Православный, потому что ты принял Христа, убедился в его божественности, в его личной для тебя значимости, необходимости. Православие – выбор очень осмысленный и индивидуальный. Конечно, принадлежность к русскому народу, и то, что мы живем здесь, дает возможность нам пользоваться этим всем, посмотреть, увидеть. Это вопрос великого промыслу Божьего. А если человек родился далеко где-то, в далеком Таджикистане, или в тех странах, где почти ничего не слышно о православных, или они там как-то совсем другая традиция, здесь ум человеческий немножко умолкает, потому что, с одной стороны, мы знаем, что крещение – единственный спасительный путь к полноте, к истине, к Царству. В третьей главе Евангелия Тайна мы читаем, «Аще не крестится водой, не родится свыше, не крестится водой и духом, не может войти в Царство Небесное». Это мы точно знаем. Но есть миллиарды людей, которые не крещены святым крещением, они живут на разных континентах. И здесь вот наш человеческий ум так в смирении таком умолкает перед величием промысла Божия. Как Господь спасает другие народы? Еще мы знаем, что апостольская проповедь в первые века достигла всех концов вселенной. И в Китае были христианские проповедники, и в Индии. Но какая-то совокупность народа с их вождями избрали зачастую иной путь. Славяне полюбили христианцев, чтобы сейчас не говорили, искажая. Полюбили всей душой и восприняли. Другие народы тоже, по-своему, восприняли. И какая мера ответственности человека. И опять-таки, ссылаясь на послание апостола Павла в Рим, тот же человек в исламской традиции, мусульманской, индийской, совсем другой традиции, может жить высоконравственно. О чем наши апологеты постоянно говорят, миссионеры. Он во многом в нравственном отношении может многих из нас превосходить. Он человек другой религиозной традиции. Он хороший семьянин, он любит Бога, как он понимает его. Он старается делать добрые дела. Как его будет судить Господь? Ответа у нас нет. Мы как бы говорим, мы не знаем, как спасется тот или иной буддист или представитель исламской традиции. Мы знаем, что вот ислам, почему он не спасительный для нас. Мы это говорим. Почему он для нас? Почему мы разные? Мы это говорим откровенно, конкретно, объясняя. А вот дальше путь конкретного человека для нас – это тайна. Мы знаем, что есть приход, иной раз Господь из каких-то далеких, очень странных, в православие приводит. Но это не так часто, наверное, бывает. Вот это очень важно, что мы не судим человека. Мы не ведаем, как его Господь, каким путем ведет. Мы уважаем его как человека. Мы уважаем веление его совести. Но мы можем говорить о наших верах, о различиях, о сходствах доброжелательно, уважительно. И, конечно, в наших курсах богословия мы конкретно эти вещи разбираем. Почему мы не признаем те или иные, почему мы отличаемся вот так. А судить судьбы на народов – это уму человеческому, наверное, нашему ограниченному. И мы все-таки, снова повторяю, если не крестится водой и духом, не может войти Царство Небесное. Мы это читаем своими глазами. А каким путем? Как молчание, благочисленное, смиренное молчание, величие промысла Божия. Мы знаем, что Бог – любовь, что Он любит всякого человека. Это мы знаем, вот это нам открыто. Бывают вопросы, на которые нету очень простых, таких прямых ответов. Батюшка, я Вас благодарю за участие в нашей программе и надеюсь, что у нас наши передачи в дальнейшем продолжатся. Дорогие телезрители, завершая нашу программу, мне бы хотелось сказать вот о чем. Вот очевидно из сегодняшнего разговора, о чем сегодня мы говорили с батюшкой, что каждому из нас, кто считает себя православным, верующим, необходимо все-таки личное усилие в познании нам дарованного православия, для того, чтобы и самим понять многие сложные вопросы, и другим передать. До свидания.